Это ежедневный тяжелый труд и риск, работа в экстремальных условиях и температурах. Но вместе с тем это почетное призвание – спасать жизнь. Все это пожарные. Умар Есенов еще в детстве хотел стать спасателем, беря пример со своего деда, который тоже был пожарным. В нашей работе главное – хладнокровие и хорошая физическая подготовка, говорит Умар. В первую очередь, хладнокровие, смелость, отвага. Он должен быть решительным. Ну и, конечно же, физически подготовленный человек может смело быть пожарным. Сейчас в подразделениях противопожарной службы по Карачаво-Черкесии работает 450 человек личного состава. Около 100 из них в Черкесске. На вооружении 60 единиц спецтехники, оснащенной всем необходимым на любой чрезвычайный случай. Автоцистерна 3,240. Данный автомобиль оснащен водой 3,2 тонны. На ней имеется лафетный ствол с расходом 40 литров в секунду. В наличии этого автомобиля присутствует также 20 рукавов. Общей длиной получается 400 метров. А также есть гидравлические аварийно-спасательные инструменты, такие механические аварийно-спасательные инструменты. Непосредственно они служат для вскрытия дверей, для резки и прочие моменты для проведения конкретно аварийно-спасательных работ. Также в машине присутствует генератор пены средней кратности для тушения легковоспомедляющихся жидкостей. И инструменты первой помощи, как топоры, ломы, багры. В канун профессионального праздника на территории второй пожарной спасательной части города Черкеска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 374-й годовщине образования пожарной охраны России. Героев огненного фронта поздравил начальник главного управления МЧС России по Карачао-Черкесии Александр Галакаленко. Сегодня, как и много лет назад, основной вашей задачей является защита жизни и здоровья граждан нашей республики, их имущества, а также государственного и муниципального имущества от пожаров. Со своей задачей вы справляетесь на должном высоком уровне. Пожарные – это смелые, мужественные и отважные люди, которым присуще искреннее желание помочь тем, кто оказался в беде, отметил в своем выступлении сенатор Совета Федерации от Карачао-Черкесии Крым Казаноков. Желаю вам вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Федеральный инспектор Пакачао-Черкесии аппаратополномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Игорь Дряльчиков отметил, что работа пожарных нашего региона заслуживает самых высоких наград. Во все времена ваша служба считалась одной из самых рискованных, а профессия – одной из самых благородных. Спасение попавших в беду людей – неотъемлемая часть вашей жизни. Профессия требует мужества, выдержки, неравнодушия к чужому горе, ежеминутной готовности вступить в противоборство с огнем, действовать в экстремальных условиях, рискуя собственной жизнью. Лучшие представители профессии в этот праздничный день были отмечены ведомственными наградами, медалями и знаками отличия. Офицерам присвоили очередные специальные звания. Кроме того, сотрудникам МЧС, ветеранам пожарной охраны, а также представителям различных ведомств, которые внесли значительный вклад в дело предупреждения пожаров, вручили благодарственные письма и почетные грамоты МЧС России, а также Народного собрания парламента Карачао-Черкесии. Быть пожарным – это очень ответственная деятельность человека. И только он может быть человек, который призван к этому делу, который действительно имеет тягу к спасению людей, к спасению имущества. С начала 2023 года в республике локализовано 155 пожаров. Говоря о нелегкой работе пожарных, связанной с риском для жизни, нельзя не отметить и то, что в их функции входит не только тушение вышедшего из-под контроля огня. Само название «пожарно-спасательная часть» подразумевает участие ее бойцов в ликвидации последствий ЧАЭС любого характера. В том числе и командировки в другие регионы, где нужна помощь профессионалам. Что ж, в их праздник остается пожелать поменьше таких чрезвычайных происшествий или, как говорят сами пожарные, сухих рукавов. Мадина Братова, Андрей Дорошенко, Рамазан Токов. Итоги недели.